Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся у монумента, возвещенного памяти Эдитштайн. Человека, который во всех отношениях представляет духовную составляющую Германии. Человека, который вошел в историю как богослов, как мыслитель, как человек творческой идеей, а при этом искренне и глубоко религиозной. Здесь в конце пути, как вы видите, располагаются два камня с десятью заповедями Асеретха Деброд, заваленные сверху и со всех сторон башмаками репрессированных убитых евреев. Это образ Аушвеца, образ Освенцима. С размышлений над истинами Торы шла она по пути эмпатии, вживления, в чувствованиях. Стала ученицей Эдмунда Гусерли, величайшего из философов XX века. Наследницей его учения по феноменологии написала блистательные работы об эмпатии, о духовности, о составляющей, которую можно назвать «вчувствованием Бога». Это богословие Эдитштайн и по сей день крайне важно, крайне существенно для всех, которые исполняли. В начале пути, в кругу своих родителей, она как бы отошла от всего религиозного с тем, чтобы с 22-го года опять войти в религиозный мир под христианской лечением. Это символизирует разделение ее головы на две части в этом монументе замечательном. Она как бы разделилась, раскололась, раздвоилась с тем, чтобы идти дальше своим путем. Все башмаки, все одеты и не одеты, туфли всех времен отпечатались на камне-останце, по которому она идет избранным своим духовным путем. Босыми ногами, голыми ногами она восходит на свою колдовку. И перед вами образ идеальных стоп, отпечатка идеальных стоп, которые уже означают вознесение, означают восхождение к своему подвигу. Бесспорно, Единштейн, признанная Святой Католической Церкви, это общее наследие еврейского народа, германского народа. Бесспорно, ее трагическая судьба имеет возвышенное начало. И ее венец мученичества – это венец славы. Неслучайно Иоанн Павел II, Папа Римский, здесь, на этом месте, благословил этот монумент и дал Католической Церкви надежду на то, что эта церковь будет дорастать до величия мученицы. Святой Эдинштейн. Неподалеку от монумента Эдинштейн находится бронзовая плита, на которой написано три слова «Еврейка», «Философ», «Кармелитка». И утверждается, что Эдинштейн – жертва шуа. Все вместе, если сложить все один к одному, надо сказать, что весь памятник представляет собой сокровище Кёльна. И образ Эдинштейн – это, может быть, самое светлое и самое важное, что есть в городе, объединяет его, укрепляет его душу на многие годы, возможно, столетия. Если говорить о соборе святого Киреона, конечно, прежде всего нужно представить себе, что Декагон, десятигранный, круглый, округлый по своей форме, сферический мир его является глубоко архаическим. Да, мы знаем примеры в древности. Древние сооружения, преимущественно языческие, один храм Весты в Риме, имели форму круга, капища, древнеязыческие капища, все, как правило, круглые. В еще более глубокой древности, чуть ли не в Палеолите, имеются округлые храмы на островах, на Мальте, на Крите. Но десятигранник святого Киреона напоминает нам больше о Звардновце, о великом храме Армении, который не дошел до нас в полноте своей, но руины его поражают, впечатляют ним непомерно. Не случайно Осип Мандельштам говорил о арийских орлах, которые застыли на руинах Звардновца. На самом деле, Декагун, святого Киреона, имеет восточные корни. Мало того, что сам Киреон был одним из офицеров, так скажем, знаменитого фивейского легиона, того самого легиона, который действовал в Египте и подчинял Египет его власти Рима. Но этот легион весьма рано, уже в III-IV веках, был подвержен восточной мистической религиозной атаке. И целиком, да, возможно, все 6 тысяч человек, более 6 тысяч человек, которые входили в состав легиона, целиком стал неязыческим, стал религиозно-монотеистическим. Так вот, Киреон был одним из офицеров этого легиона. Мы знаем также, что вызванный сюда, в Германию, для подавления мятежей местных народов фивейский легион был практически полностью уничтожен, но отнюдь не германцами, отнюдь не теми, против кого они должны были поднять свой меч. Вряд ли подняли бы, наверное, все-таки они были христианами, но самими римлянами. По требованию Рима, здесь на места, в Германии, весь легион, все 6 тысяч 660 человек были казнены. И святой Маврикий в Бонне, святой Герион в Кёльне, начальники этого легиона, были казнены показательно. Здесь, у усекновенной главы святого Гериона, как его показывает современный мастер, мы можем сказать, что образ святого Гериона тесно связан с образом Самсона, судии пророка Израиля, защитника Израиля от множества врагов. Надо признать, что самое поразительное, что есть в соборе святого Гериона, это мозаики. В крипте, в подвале святого Гериона, находятся мозаики древние 10-9 веков, изображающие всю историю Самсона. Сразивший большую часть своих врагов, действуя, как вы помните, черепом осла, действуя могучей богатырской силой своей, действуя убеждением, действуя верой, пророк-судья Самсон становится образом рыцаря веры. И этот именно образ рыцаря веры столь свойственен Гериону, защитнику Кёльну. В крипте собора мы находим сцену знаменитого эпизода, когда Самсон уносит в ворота газы. Поразительная мозаика представляет нам этот славный эпизод. Мы находим борьбу Самсона со львом. Вы помните, что Самсон, сразивший льва, вернувшись к останкам побежденного, извлек из его тела мед. И загадка Самсона вышла из мертвого сладкое, стала роковой для его врагов филистимлян, которые проиграли, не понимая, что происходит. Но это мед из мертвого, мед из могучего мертвого тела. Это, конечно, образ духовности, образ духовной силы, образ монотеистический. Все это связывается с Герионом и не случайно. Итак, сегодня мы побывали у монумента, посвященного памяти Эдит Штайн, и были на пороге Собора Святого Гериона. Мы уяснили, я думаю, что оба, и Эдит Штайн, и Святой Герион, заступники за город. И, пожалуй, Эдит Штайн, новая защитница города, своим подвигом, своим мученичеством, защищает и охраняет эти стены от нового и нового разрушения. Наконец, в следующей прогулке мы, очевидно, не раз остановимся у тех святых, священных для Кельна мест, которые связаны с его исторической, его политической, его экономической жизнью. Но это тема уже другой прогулки. Итак, спасибо, до следующих встреч. Здесь Ваш Виктор Кравец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!